Я не просто так сказал, что для посещения этого музея нужно набраться сил. Он посвящен, пожалуй, самой тяжелой странице нашей истории. Это музей ГУЛАГа, открывшийся в Москве в 2004 году. В основу его экспозиции легли документы, письма и личные вещи узников лагерей, а также произведения искусства, посвященные этой теме. Выходной день в музее – понедельник. В другие дни он работает с 11 утра до 7 вечера. В четверг – длинный день. Музей открыт с 12 до 9 вечера. Входной билет стоит 150 рублей, экскурсия – 300. И еще, каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно. В принципе, музей очень небольшой. Но и осмотр представленных здесь экспонатов не терпит суеты. На цокольном этаже – реконструкции лагерного быта, барак заключенных и карцер. В основном зале музея, на втором этаже – личные вещи узников. Вы увидите и картины, на которых изображена жизнь на зоне. Хоть это и невысокохудожественные произведения из знаменитых галерей, но их авторы сами прошли все ужасы ГУЛАГа. Это как-то лагерей. Ибо ГУЛАГ – это главное управление лагерей и спецпоселений Советского Союза. И лагерей, как вы видите, было не 20, не 30. Это лагерей была как бы система лагерей. Она уже в 30-е годы, в 30-е годы становится государством в государстве. Со своей структурой, со своей системой, со своей администрацией. Музей ГУЛАГа также известен как театральная площадка для камерных во всех смыслах спектаклей. И сегодня как раз тот день, когда здесь будут давать представления. Это опера. Ее тема – лагеря. Подготовьтесь, к вам едет проверка. О, нет, не в силах. Работа над тиранией, заложенная в его произведении, звучит как-то особенно в стенах музея ГУЛАГа. Да, кстати, оперу Нити исполняют здесь практически каждые выходные. После такого визита очень хочется где-то сесть и, как следует, обсудить увиденное. И я сейчас покажу место, где очень удобно делиться впечатлениями. И перекусить не помешает. Субтитры создавал DimaTorzok